здравствуйте дорогие друзья доброго времени суток сегодня гость студии радиовоз может быть кто-то его уже узнал а может быть кто-то по случайности плохо видит и не узнал это алексей горбашев продюсер один из основателей можно сказать отцов основателей группы мираж гитарист человек который принимал участие в записи огромного количества проектов я вот честно говоря думаю что вы об этом не знаете алексей принимал участие в записи группы любые в каких-то песнях димы маликова в проекте маленький принц принимал участие в записи и во многих других и у то что он сыграл на своей гитаре это во первых я считаю что он пропустил чувство через свое сердце и вот сегодня он работает продолжает работать также в группе мираж как работал добрый день алексей я приветствую виктор тебя я приветствую всех зрителей всех слушателей радиостанции воз желаю вам всем позитива вот и слушайте наше интервью на лаванах радиовоз до выйдет программа сейчас я вот хочу подытожить вот наше сегодняшнее общение и сказать о том что алексей сегодня рассказал о том что во время гастролей группа мираж которая сегодня поет назови пожалуйста эту прекрасную девушку екатерина болтышева екатерина болтышева которая на самом деле уже давно поет с какого года уже трудно сказать девяносто первом году екатерина появилась в группе да и с ее приходом группа начала работать живьем собственно мы не изменяем этому правилу и сейчас по сей день все выступления только живые чем и пришла на то не в лучшие времена не в лучшие времена и вот я с удовольствием узнал что во первых во время своих гастролей они совмещают приятно с полезным посещают какие-то красивые места согласись что наша страна она обладает огромным количеством таких красот он бывает люди объехали весь мир до много чего уже видели вот вы были в израиле да и в германии и вы в америке во многих странах канаде мир канаде вообще там огромное количество концерта бывает а вот я хочу сказать о том что потом уже начинаешь изучать россию до сколько у нас то место не видели во первых я хочу сказать так что на самом деле за последнее время россия она очень сильно преобразилась в тех городах которым в которых мы бывали в 90-е годы там двухтысячных она не то чтобы разруха даже было может быть эти города даже были более или менее то что например тюмени она всегда была ну например я просто примеру говорю дали новосибирск это такие центры до миллионник там вот новосибирск огромный город всегда был в общем там один из самых красивейших театров оперных в сибирске он как был так и есть но они сейчас очень сильно все равно преобразились даже по сравнению с тем что было раньше это совершенно по-другому не сейчас выглядят и все сейчас привели в порядок везде центр каждого города вылезом все везде асфальт и лежит значит ровный в америке такого асфальта нет нигде до нью-йорк очень кривой да например может быть и в европе там получше с этим но то что касается у нас я говорю мы сейчас прям ездим уже точно я был вот в нью-йоркской подземки да нет не был нет нет мы были когда в нью-йорке мы попали был жуткий снегопад снегопад века объявили чрезвычайное положение нельзя было выезжать я позвонился мы успели снять клип там а на следующий день выпал этот снег я когда всем своим знакомым сказал ребята повозить нас по городу у нас всего там один-два дня остается нет у нас никто не пойду что если объявили чрезвычайное положение нельзя выезжать даже если случится какой-то значит дтп то ни одна страховка за машину не вернет предупредили тебя я тогда чуть делать то я поехал в аэропорт взял там машину в аренду и сам на прокат да и мне это значит женщина в прокате она горит вы уверены а еще и он то джайв игрой а еще потому что я говорю вы знаете мы живем в такой стране где пьяные медведи ходят с балалайкой в ушанке по улицам вот и где на самом деле больше полгода лежит снег вообще мы перемещались в 80-е годы шо у меня был москвич 403 потом было жигули там восьмерка мы даже не знали что и зимние резины мы ездили на тот то на чем есть круглый год и ничего страшного как-то ездили и в общем как то вы же не включали днем фары да как бы скажи мы были жили в ссср без включенных фар да да ну вообще много чего было такого того что да сейчас вызывает очень удивление то что мы сейчас уже привыкли что теперь надо по-другому в общем вот так вот но до подземки да честно говоря там ну как говорят многие что туда не стоит но как бы это не то место где чем-то стоит любоваться и нашу москва поэтому че туда лезть есть там там есть посмотреть другого много интересного правда и детства америка она все-таки такая знаете по по своему содержанию второй раз вот по одной и той же улице идти не очень интересно потому что одно и то же ну что нью-йорк но большие дома ну да empire стоит билдинг понятное дело что его построили там сто лет тому назад вот он стоит такой большой но второй раз один раз увидел второй раз идти смотреть его это не петербурга нет это не то что например там храм василия блаженного вокруг которого я могу ходить каждый день и наслаждаться его видом совершенствуем его форме и удивительным просто все очертаниями то что это гармония как это не вот друзья послушайте внимательно алексей горбашов говорит участник легендарнейший и просто я бы сказал ярчайшей группы мираж потому что пока будет существовать россия пока будет существовать наши люди за рубежом эта группа будет всегда звучать на ретро радиостанциях и не только на ретро и уже многие начинают перепевать делать какие-то ремиксы и так далее и понимаешь вот сегодня захожу там в этом самом получилось так интересно захожу в группу там незрячие люди сделали группу называется музыка нас связала то есть это же такие крылатые фразы уже из миража которые я хочу сказать дорогие друзья просто чтобы вы понимали что что делал вот алексей вот тут вроде бы не поет да а он на самом деле когда стал гитаристом он мечтал с детства быть гитаристом и он воспитывался на таких шедеральная группа как на заряд где перпл наверное да и раньше лызы джимми хендрикс заводили взрывали взрывали потому что у нас такого ничего не было а про когда стало все можно да у нас тут все стало в какой-то степени вторично но я хочу сказать что он придал группе мираж такое звучание такое звучание которое собственно говоря и такой оттенок который тоже заводит на концертах публику скажи когда ты играешь соло да скажем на концерте там какой-то проигрыш и так далее ведь это же драйв ведь это заводит ну во первых мираж я звучит совершенно по другому чем это было 30 лет тому назад по живой коллектив это живые ударные инструменты у нас играет девушка молодая барабанного за были электронные сейчас все это акустические и все это драйвово мы играем каждый каждый из музыкантов и екатерина тоже мы представляем сольный номер я играю на гитаре соло свое вот лиза играть на барабанах катерина да это просто причем но вот барабанное соло это всегда люди кричат браво браво действительно это не просто девушка там какая-то красивая девушка участника ваших сегодня но это екатерина болдышева вот я алексей горбашова значит елизавета волкова за барабанами сергей крылов дмитрий савари это клавишный инструмент они с нами уже там с 90-х годов вот я имею ввиду клавишники вот они работали в 90-е годы а какие клавиши сейчас интересно корги у них два корга x50 и xx и x5d но сегодня говорили о том что дорогие друзья сегодня казалось бы все программы доступны до сегодня каждый человек в телефоне уже знаешь некоторые вот расскажите историю интересную есть такой народный целитель ты у конечно хорошо знаешь мало кабины петрович который а вот так он ну как сказать он человек который ведет здоровый образ жизни сегодня я тоже брал интервью так он с помощью телефона создать какие-то потом музыкальные так сказать электронный проезжение конечно все это может за что что это делает во первых ему 71 год никогда не дашь во вторых он развивается просто для себя вот соответственно фон как бы да вот сделал ему приятно понятно там такие названия там космические ходики там бог знает какие но я тебе хочу сказать что это интересно человек занимается увлекается и это не лишено смысла вот он пишет стихи и там и так далее и а а вот я спросил у алексея сегодня по поводу вот в чем же секрет популярности группы мираж он сказал что-то сказал что писали но в этих в этих песнях просто запечатлелась то время вот то время позитивное как бы песни вобрали в себя вот энергетику того времени потому что тогда мы все были на на позитиве мы верили в это светлое завтра мы как-то все были молодыми на и были молодые наивные были до горячие то есть это был какой-то внутри вот это бурлило а нет на самом деле то что огонь бурлит и сейчас мы этим огнем можем еще поджечь еще вокруг себя там огромное количество я имею в хорошем смысле зажечь потому что мы на полностью сейчас на драйве на таком но я имею ввиду внутренние вот такой этот огонь он никуда не делся он продолжает гореть но тогда это все было в новинку почему тенды участвовал в записи многих проектов потому что это было просто интересно это заводило это было это было что-то новое но как любая появилась меня попросила герметвенко сыграть это было просто какой-то тоже был отвал башки потому что это было что-то свежее это был глоток свежего воздуха вот тогда папа потому время каких-то песнях не помнишь уже помню как ждусь агрегат вот эта ночь яблоком стучит в окно вот это вот песка матые такие были да это потом медовый вечер ну вот вот эти вот и это было интересно потому что это было все новое но и шаганов был шаганов конечно это замечательный слушай я хочу сказать ружьяного галина сколько он вынес да тоже вот потрясающий человек душа просто понимаешь настоящая душа я хочу сказать дорогие друзья сегодня вот этот человек который сидит рядом со мной вот у нас эфир прошел буквально на одном дыхании не так приятно его слушать и тут он рассказывает как что было там какие студии все такое про записи вот передача будет интересно и я понял что такие люди такие люди о них надо говорить о них надо помнить их надо ценить потому что такие люди как ты алексей это достояние россии ты вложил нет после последней передачи я начну с собой гордиться ты сейчас назвал да игорь матовенко попросила я сыграл пошел да уже любого попросил там с улицы нет попросил тебя сыграть грубо мираж приобрела такой оттенок благодаря тебе в которой есть драйв которая заводила и заводит сегодня слушаешь записи за вот эти вот на ретро-радио-рестанциях и не только и в интернете и везде и это же народ слушает понимаешь это же это же звук вот потом значит маленький принц заказывал попса а все равно ты там что внес не но это очень хорош я я как бы реально сейчас оцениваю что это был очень хорошо крепко сделанный материал маленький зашим дальше не пошел почему-то ну тут много факторов которые влияют на самом деле на популярность на то что осталось потом нет маленький принц-то крутит по радио его до сих пор да песни известны а то что проект как бы немножко так в таком состоянии ну его просто никто не занимался вот все с миражом очень много чего происходило за это время сколько было скандалов сколько было всякие суды то есть пятое-десятое то есть это привлекал сами участники подогревали конечно да потом все-таки мираж был сначала маленький принц был потом опять же тоже вот это вот то есть пальма первенства конечно она у миража естественно то есть это то что возникло опять же мираж был чуть позже и все-таки вот этот пик популярности тоже пришелся на начало 90-х когда уже все начало рушиться здесь было сложно уже в стране время было такое и вот сегодня я хочу сказать еще раз что эти песни они дарят нас тем кто нашего возраста на люди дарят ностальгию воспоминания о каких-то счастливых мгновениях жизни ведь эти песни были фоном дней рождений застольев там так далее на каких-то школьных дискотек и прочее а сегодня молодежь которая приходит на ваши концерты да они же тоже эту эти песни впитали слушают и я думаю что они будут включать и своим детям поэтому сегодня эти песни дарят надежду на лучшее и это лучше обязательно будет я хочу сказать огромное спасибо за то что нашло время вот сегодня алексей улетает на гастроли мираж группа мираж улетает на гастроли и я хочу пожелать тебе здоровья твоим близким и всем участникам группы мираж долголетия процветания и так держать потому что сквозь годы эти песни прошли уже давно испытание сейчас новые песни появляются вот желаю чтобы все мечты планы обязательно сбылись и реализовались спасибо спасибо виктор всем счастья любви и здоровья всем зрителям слушателям и берите пример лучших всего доброго